МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Суцконтракт действует в регионе уже пятый год. Это одна из ступеней реализации национального проекта «Демография». За это время помощь получили более 10 тысяч человек. Ещё одна тема для обсуждения – безопасность на дорогах. Министр профильного ведомства Дмитрий Вавилин доложил о ремонте дорог и подготовке школьных маршрутов к новому учебному году на территории района. На данный момент ремонтируются участки муниципальных дорог в 11 населённых пунктов. Жители подняли вопрос ремонта объездной дороги. Предлагается восстановить объезд, чтобы вывести грузовой транспорт с центра муниципалитета, где находятся жилые дома, школа и культурный центр. В рамках проекта национальной безопасности и качественной дороги отремонтируем 2,5 километра, 50 миллионов рублей федеральных и областных денег пропорции. Предлагаем выделить. Также жители выступили с инициативой создать в районе центр по обучению детей правилам дорожного движения. Тем более, что при приёмке школ теперь обращают внимание на дорожную разметку и освещение рядом с учреждением. Центр будет состоять из компьютерного класса для изучения теории и оборудованной площадки со знаками и разметкой. Когда этот центр может появиться? 1 сентября в сочин году, Семенович. В этом году уже мы с учётом торгов не успели. К проблеме безопасности на дорогах подключилась и молодёжь. Молодёжное правительство запустило акцию «Внимание спасёт жизнь». Они уверены – обычная надпись на асфальте с призывами снять наушники и посмотреть на дорогу могут спасти жизнь. Также Сергей Морозов подверг критике состояния общественного транспорта. Чтобы добраться из Старокулаткинского района в Ульяновск, жители вынуждены тратить до 1000 рублей. Круглую сумму придётся выкладывать, чтобы добраться до соседних райцентров. Выходов из проблемы губернатор предложил несколько – приобрести мини-автобусы и выделять субсидии на перевозки. Никуда не годится, что мы сидим в городе Ульяновске, отказались просто, так сказать, принимать жителей сельской местности и сократили транспортное обеспечение. В сельских поселениях есть микроавтобусы, ну, скажем так, газели. Значит, их необходимо передать перевозчику под договор, там, аренда. А мы готовы с областного бюджета досубсидировать для того, чтобы вторичная политика здесь была адекватна. Проблема касается и других районов. Глава региона поручил в кратчайшее время решить вопрос. Не обошли вниманием спортивный зал детско-юношеской спортивной школы. Его ремонт продолжается в рамках проекта поддержки местных инициатив. Было выделено чуть больше 2 миллионов рублей и средств регионального бюджета. Ещё около миллиона собрало население. Все работы планируют завершить до 7 ноября. Анна Тищенко, Новости Уллправда ТВ и Старой Кулатки.